И теперь о ситуации на востоке. В Донецке находится наш корреспондент Ярослав Кречко. Ярослав, здравствуй! Расскажи о попытке захвата аэропорта в Донецке. Я знаю, что был бой. Что сейчас? Да, добрый вечер. Действительно, в Донецком аэропорту уже несколько часов идёт бой. Над городом кружат военные самолёты, вертолёты, высадился украинский десант. Всё началось ещё ночью. Террористы ворвались в здание аэропорта с требованием, чтобы украинские военные, которые охраняют внутренний периметр аэропорта, покинули Донецк. В ответ боевикам выдвинули ультиматум. Или они сдают оружие и сдаются силам, антитеррористическим силам, или будет бой. Что было дальше? Я предлагаю послушать комментарии пресс-секретаря антитеррористической операции. После этого в бой вступили Ми-24. Был высаден десант, который в данный момент производит зачистку территории и освобождает аэропорт Донецка. Известно, что силы АТО уничтожили зенитную установку боевиков. Террористы сначала разбежались по дворам близлежащих домов, но буквально два часа назад к ним прибыло подкрепление три грузовика, автобусы и машины скорой помощи с террористами. В машинах скорой помощи чеченцы. Сейчас, по нашим данным, там идет бой и не совсем понятно, как милиция пропустила вот эти все автомобили с террористом к аэропорту, потому что все дороги, которые ведут туда, перекрыты. И также известно, что в Киевском районе Донецка, где находится аэропорт, сейчас закрыты все учебные учреждения, закрыты магазины, торговые центры. Людей раньше отпустили с работы. Все из-за антитеррористической операции. Мы будем следить за тем, что происходит в аэропорту и больше сообщим уже в выпуске подробностей. Наталья. Спасибо. Ярослав Кричко из Донецка.